Там накануне вспыхнула волна протестов из-за открытия посольства США в Иерусалиме. Не менее 59 человек погибли, число пострадавших превысило тысячу. Турция и ЮАР отозвали из Израиля своих послов для консультации. Лидеры Турции и Палестины в телефонном разговоре осудили действия израильских военных. По всему миру прошли акции против жесткого разгона демонстрации в секторе Газа. В поддержку палестинцев выступили жители Турции и Иордании. Более сотни протестующих вышли на улицы американской столицы. Демонстранты, которые собрались у отеля Trump International, назвали дипмиссию в Иерусалиме посольством оккупации. Я напомню, гнев палестинских демонстрантов вызвал перенос посольства США в Израиль из Тель-Авива в Иерусалим. Политический статус города – это одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта. И последние 25 лет американские президенты откладывали переезд дипмиссии, чтобы не усугублять кризис. Из Израиля репортаж шефа Ближневосточного бюро Вестей Сергея Пашкова. Перенос посольства США в Иерусалим взорвал обстановку в Палестине. Начавшиеся накануне утром акции протеста продолжались до наступления темноты. На западном берегу и в Газе сообщали о новых столкновениях с израильскими военными. И каждое столкновение множило число убитых и раненых. Площадь имени Трампа в Иерусалиме. Невысокое современное здание бывшего консульства сменило вывеску «Embassy of USA». Несмотря на предостережения, призывы и угрозы, Дональд Трамп, считающий упрямство достоинством, настоял на своем. Сегодня мы официально открываем посольство США в Иерусалиме. Поздравляю! Израиль – суверенное государство с такими же, как у всех, правами определения собственной столицы. Тем не менее, на протяжении многих лет никто не признавал очевидного. Столица Израиля – Иерусалим. Делегация из 250 человек, личные посланники президента, зять и дочка Джаред Кушнер и Иванка Трамп, весь израильский политический эстеблишмент. Премьер-министр Беньямин Нетаньяу стремился представить ситуацию так, что отныне вопрос о статусе Иерусалима закрыт. Вечный город будет неделимой столицей Израиля. Спасибо президенту США за мужество и за то, что он держит слово. Когда элегантная Иванка Трамп лишь выбирала платье для торжественной церемонии, по призыву Хамаса 35 тысяч палестинцев из сектора газа подошли к границе с Израилем. Камни, коктейли Молотова, горящие автомобильные покрышки с одной стороны, слезоточивый газ, резиновые пули и стрельба на поражение с другой. Израильтяне загодя расположили по периметру сектора боевые бригады, снайперов, подняли воздух беспилотники. В Иерусалиме, в районе посольства, перекрыли дюжину улиц. К старому городу стянули полицейский спецназ. Здесь предполагали, что перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим может вызвать протест палестинцев, что люди могут выйти на улицу, что могут начаться беспорядки. Но такого количества жертв, такого количества убитых и раненых не предполагал никто. Стреляли на поражение там, где манифестанты пытались прорвать забор безопасности. На КПП Керам Шалом вспыхнул ожесточенный бой. Снайперы и пулеметчики Израиля вновь и вновь стреляли по группам палестинцев, пытавшихся прорваться на территорию Израиля. Более 50 убитых, 116 раненых в тяжелом и критическом состоянии. Около 2000 палестинцев, пострадавших от дыма и слезоточивого газа. Несколько раз в воздух поднимались израильские ВВС, нанося ракетные удары по военным объектам Хамас в Газе. Такого количества жертв не было уже в течение многих лет, и президент Палестины Махмуд Аббас объявил траур. Сегодня один из самых трагических дней для нашего народа. Уже сообщили о 52 погибших, и их число продолжает расти. Именно поэтому мы решили спустить флаги, объявить трехдневный траур и всеобщую забастовку по случаю 70-й годовщины Нагбы. В сегодняшний день, когда государство Израиль отмечает свое 70-летие, а палестинцы называют Нагбой, катастрофой, грозит обернуться новыми столкновениями. И главная причина эскалации – одностороннее решение президента США. Я думаю, что неправильный шаг, потому что Иерусалим – это международный город, скажем. И без мирного договора нельзя такой шаг издать. Я думаю, что это не к хорошему ведет. Мировое сообщество пытается остановить кровопролитие. Египтяне требуют от лидеров Хамас снизить накал выступлений, обещая взамен частично снять блокаду с палестинского анклава. По инициативе арабских государств в Нью-Йорке собрался Совбез ООН. Однако с каждым часом все сложнее остановить разрастание конфликта. Сергей Пашков, Александр Иванюк, Варвара Галем.